В управление сельскохозяйственного производства сегодня прибыли несколько руководителей крестьянско-фермерских хозяйств района. Эти устюжане планируют либо начать деятельность в аграрной отрасли, либо развить уже имеющееся хозяйство. Одно из направлений государственной помощи – это Гранд Агростартап для тех фермеров, кто проживает на селе. Гранд Агростартап выделяется в размере до 5 миллионов рублей. Это на разведение крупного рогатого скота мясного и молочного направления. И до 3 миллионов рублей – это иные виды деятельности. 90% – это федеральные деньги и областные, 10% – это ваши собственные средства. Шансы на получение гранта зависят от нескольких критериев, таких как, например, оснащенность хозяйства техникой, направление деятельности и количество работников. Получение гранта открывает сельхозпроизводителям возможности для участия в других проектах, которые позволят привлечь еще больше государственного финансирования. Поддержка решившим поучаствовать в конкурсе аграриям придет и от местных властей. Мы, конечно же, как управление, как администрация района надеемся, что вы все-таки займетесь сельхозпроизводством реально уже в этом году. И на перспективу будете развивать свои хозяйства и дальше работать будем совместно. Большинство из пришедших фермеров заинтересовались предложениями вологодских специалистов. Самой востребованной отраслью среди сельхозпроизводителей в Великоусинском районе становится картофелеводство. Сразу два начинающих фермера решили связать свое дело с выращиванием этого овоща. Мы начинающие, только-только-только что начали, закупаем семена, хотим заниматься этим серьезно и надолго. Объемы мы планируем где-то в пределах 100 гектаров. Для этого у нас на сегодняшний день имеются и основные денежные средства, свои личные. И у нас имеется, и мы планируем брать кредиты. Технику планируем брать в агролизинге. Все, кого заинтересовала возможность получить государственную поддержку для своего хозяйства, могут обращаться за информацией в Вологодский информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса. Кроме того, информацию можно получить в управлении сельхозпроизводства администрации Великоусинского района. Продолжение следует...